Трагичные страницы отечественной истории и столь же печальные воспоминания о них. В преддверии 80-летней годовщины полного снятия блокады Ленинграда в Ивантеевке навещают тех, кто маленьким ребёнком застал те страшные дни. Когда мы приехали в Ленинград, там давали по 200 грамм. Мы вроде ещё были в то время поевши, и нам хватало, а когда уже 125 грамм, мы шубу съели. Сегодня в гости к Анне Мехковой приехали представители Российского союза ветеранов Афганистана, местного отделения Организации офицеров России, настоятель Георгиевского храма Алексей Барашков, а также волонтёры Победы. Ветеран вспоминает, какое было страшное время, как люди от голода падали на землю, а муку делали из травы. К своему рассказу Анна Алексеевна добавляет, самое главное, чтобы подобное не повторилось. Тяжело было. Об этом вспоминать тяжело, но и забывать об этом тоже нельзя. Нельзя. Налетели фашисты, разгромили дорогу, тут же канаву прокопали и всех похоронили, кто к нам ехал, всех родных. Киру Геннадьевну Назарову тоже поздравляют с годовщиной полного снятия блокады. Ветерану вручают подарки от волонтёров, администрации округа, Георгиевского храма. Хотели в благословение вам передать икону Божьей Матери, пожелать вам крепости душевных и телесных сил и всесильной помощи Божьей, чтобы Господь вам помогал и вас укреплял. Маргарита Валентиновна Олейник блокады научила любить жизнь и быть оптимистом. Когда началась Великая Отечественная война, она с семьёй, сестрой, мамой и бабушкой жила на Васильевском острове, на Малом проспекте. Так случилось, что они не смогли эвакуироваться. Маргарита Валентиновна рассказывает, что её бабушка работала заведующей здравпунктом на ленинградском предприятии и была очень волевой женщиной. Так вчетвером они и прожили в Ленинграде всю войну. Своё воспоминание ветеран тщательно хранит. Всё здесь я написала. Давно нет живых свидетелей блокады Ленинграда. Это 08.09.41, 27.01.44 года. Бабушки и мамы. Да и мы с Аленой уже не девочки. И сестра и я так звали нас родные девочками вдвоём. Но в нашей памяти остаётся маленькая дорога жизни, по которой мы, мама, я, Алена, шли за соевым молоком на Менделеевскую линию в институте ОТО. Конечно, самые страшные месяцы были ноябрь-декабрь 1941-го, когда в пайке был только хлеб. Всего 125 граммов. Это была минимальная дневная норма. Она продержалась с 20 ноября по 25 декабря 1941 года и привела к резкому скачку смертности от голода. После этого нормы были повышены до 350 граммов рабочим и до 200 граммов остальным жителям города. Все страдания, боли и потери, что вынесли жители блокадного Ленинграда, забыть просто невозможно. Людмила Ермакова, Сергей Денисов, Анна Белова, Мария Головачёва. Новости Большого округа.